Всем привет! В эфире Универньюс, а в студии Диана Желенкова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. 1 сентября в Казанском федеральном университете стартовал новый учебный год. Для первокурсников в первые дни сентября по расписанию в очном формате будут проводиться адаптационные занятия. Мы объясняем первокурсникам, как вести себя в условиях распространения коронавирусной инфекции. Рассказываем о том, как работать в программной среде Microsoft Teams, в случае, если мы будем вынуждены перейти на полностью дистанционное обучение. Все занятия проводятся в очной форме, и мы ждем студентов, которые сейчас подъезжают, поскольку приказ о зачислении вышел только 31 августа для контрактов студентов. Сегодня, завтра, послезавтра студенты подъезжают, заселяются в общежитие, и с ними проводятся такие же занятия. В местах общественного пользования установлены диспенсеры с антибактериальной антивирусной жидкостью, которая помогает помыть руки. Ну и студентам нужно просто соблюдать социальную дистанцию во время занятий, во время хождения по коридорам и так далее. IT-лицей и лицей имени Лобачевского Казанского Федерального университета встречают своих учеников. На дворе 1 сентября, а это значит, что стартовал новый учебный год. Какие новые введения ждут школьников и как будет построен процесс обучения в условиях пандемии, расскажем в следующем сюжете. Для всей большой лицейской семьи новый учебный год является особенным. Пандемия разделила учеников, и спустя полгода они вновь собрались в родных стенах. На торжественной линейке любимые учителя, родители и почетные гости в лице ректора Казанского Федерального университета Ильшата Гафурова. И проректор по образовательной деятельности Дмитрия Таюрского. В этом учебном году обучающихся лицея имени Лобачевского ждут несколько нововведений. Наши лицеисты три дня в неделю будут обучаться в очном режиме, три дня в дистанционном. Это называется смешанное обучение. Мы разделили основную школу, это шестые, девятые классы. Они будут учиться очно в понедельник, вторник и в среду. А одиннадцатые классы будут учиться очно в четверг, пятница, суббота. Первый звонок прозвенел и в стенах IT-лицея КФУ. Песни, танцы и напутственные слова звучали на торжественной линейке. Я желаю всем вам успехов, здоровья и сказать вот так держать все в своих руках и все в своей голове для того, чтобы лицеисты никогда не пожалели вместе с родителями, что вы переступили порог нашей школы. Успехов вам и достижения новых горизонтов. Лицеисты скучали по родным стенам и им уже не терпится ворваться в учебный процесс. Я скучал по IT-лицею, я все лето занимался, чтобы поддержать свои знания на должном уровне. И надеюсь, что в этом новом году я добился определенных успехов. Я скучал с времен изоляции и очень хотел сюда в вас вернуться. К слову, IT-лицей также готовится работать в новых реалиях. Вводится вот такая капсульная система, когда в кабинетах сидят дети и только на специализированные предметы посещают. Лаборатории физики, химии, допустим, технологии, информатики. Термометрию проводим, рециркуляция воздуха, обеззараживание воздуха, посредством рециркуляторов, проветривание, несомненно, в общем-то, расписание совершенно другое. В разное время начинаются занятия, чтобы на переменах дети, в общем-то, не контактировали друг с другом из разных классов, имеется в виду. Новый директор IT-лицея КФУ Ильдар Мухаммедов пожелал ребятам, родителям и учителям успехов в новом учебном году. Мы с радостью приняли в свои ряды новых лицеистов. Я сегодня уже пожелал им объестить здесь новых друзей, влиться в коллектив и выстраивать такую траекторию развития, чтобы они дальше были успешными, конкурентоспособными. Ну а тем, кто выпускается, 11-классникам, мы пожелаем этот год упорно трудиться, значит, успешно сдать экзамены и поступить в Казанский федеральный университет. Лилия Талипова, Велита Басова, Универньюс. В преддверии Дня Республики в Татарстане вручили государственные награды. В этом году, 29 августа, за выдающиеся достижения отметили 42 татарстанцев. Все они вносят вклад в процветание республики, будь то в медицине, образовании или промышленности. В Казанском Кремле вручили государственные награды выдающимся жителям республики. 42 татарстанца получили награды с рук президента Рустама Мениханова и полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Все, что делается во благо нашей страны, делается в том числе и в нашем регионе, в Татарстане. И здесь огромная доля вашего труда. Каждый на своем участке привносит вот те добрые дела, которые есть в нашей республике. Мы гордимся вами, мы говорим вам спасибо и мы желаем вам, чтобы вы здравия и дальше работали во благо нашей республики, во благо нашей большой Российской Федерации. В число выдающихся жителей республики вошли три представителя КФУ. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, директор Института филологии и межкультурной коммуникации Радив Замалединов, а также профессор кафедры экологии и природопользования Олег Кермалаев. Церемония была приурочена ко дню республики Татарстан, который отмечается 30 августа. Лилета Липова, Линарда Влитяров, Универньюс. Протесты вокруг разработки Шихана Куштау башкирской содовой компании идут несколько лет, но в последний месяц они обострились. Активисты разбили палаточный лагерь у подножия горы и пытались предотвратить вырубку леса. В итоге им удалось отстоять памятник природы, который входит в число трех гор, образующих большой башкирский риф. Давайте разберемся, почему эти природные объекты необходимо охранять и в чем заключается их уникальность. Посреди башкирских степей высится три горы – Шиханы Куштау, Таратау и Ярактау, образующие большой башкирский риф. На их склонах нашли приют редкие растения и животные. А все потому, что эти шиханы являются своеобразной машиной времени, которая может перенести в далекую историю теплого моря Палеоуральского океана. Они уникальны сами по себе, потому что представляют нам коралловый риф, который существовал на рубеже Карбонового и Пермского периодов. Это где-то возраст 300 миллионов лет назад. Раньше это было древнее море. То есть, если вы, сейчас мы все знаем большой барьерный риф в Австралии, да, коралловый, то это был примерно такой же аналог. Куштау, Таратау, Ярактау и еще одна на сегодняшний день уже разрушенная гора Шахтау были тогда одиночными рифами конической формы, составными частями этой цепочки рифов. Известняк, из которого состоят шиханы, представляет собой скелеты живых организмов, умерших сотни миллионов лет назад. Они уникальны именно в комплексном своем подходе, потому что там и биологические виды краснокнижные есть, и характерные для башкирии. Потом палеонтологическая составляющая, ну и, естественно, геологическая. Аналогов таких шиханов или древних кораллов рифов в России практически нет. С течением времени море отступило, и в результате тектонических движений остатки барьерного рифа приподнялись, и на них сформировалась особая экосистема. Она уникальна, потому что там есть редкие растения, там разновидность тюльпана, потом рябчика интересная растет, уникальные бабочки, в том числе и семейства Аполлоновых, эти немазины, которые обитают и водятся только там. Если уничтожить биотопы и экосистему, то, естественно, все это разрушится, и мы, возможно, потеряем вот такие биологические виды. Власти Башкирии создали геопарк Торатау, но пока в него входят лишь две горы – Торатау и Юрактау. У горы Куштау пока такого статуса нет, но такие уникальные природные объекты необходимо беречь. Разработка и добыча полезных ископаемых – это однозначно исключается из этого. Поэтому комбинату, который занимается производством соды, необходимо искать какие-то дополнительные источники, которые находятся несколько дальше, чем непосредственно эти шиханы. Вот, возможно, только туристические маршруты, нужно продумать просто охранные мероприятия, то есть это не просто ОООПТ, особо охраняемая природная территория, она должна иметь какой-то более расширенный статус, я считаю, именно геологический памятник или комплексный памятник. Диана Жилинкова, Фарид Захитуглы, Универ Ньюс. На этом все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч!